Всем привет, с вами Ньюзи, это всё увы, на канале Фрикаделька, а это у нас Фаркрай 3. Всем привет, наш любимый Фаркрай, продолжаем добиваться расположения Хойта. Да-да-да, мы прям идём по сюжету, да? Ну прям вообще идём, целенаправленно, я бы сказал. Какие у нас были планы? Давай хоть купим его. Да я сейчас смотрю, что у меня полностью эти... Я, кстати, не помню, тебе, по-моему, на Бизона, если я не ошибаюсь, там несколько раз писали, что нужно обвесы купить, я не помню, купил ты их или нет. На Бизона обвесы купить, ну давай купим обвесы на Бизона. А какие обвесы? Так тут прицелы до глушителей. Чё, тебе денег жалко, что ли? А ещё кто-то очень-очень-очень активно пишет, что у Джейсона есть какое-то крыло. И парашют. Вопрос. Если у него это есть, почему игра нам не рассказала об этом? Это не знаю я. Подожди, стой, пистолет-пулемёт. Ну давай, давай, экипируем пистолет-пулемёт. Тут у меня вот этот эйс классный. Ага. Это место огнемёта вот этого. Допустим. Пока так походим. Может ты в настройки залезешь и посмотришь, каким образом можно активировать некое крыло? Или это всё? А нет, вот на что-то есть. Пешком в технике снаряжения в сетевую... А, это сетевая игра. Не граната повисеть... Нет ничего тут такого. Лечение. Нет никакого ни полёта, ничего. Камень, граната, ни хера нету. Всё, короче, забей. Появится крыло, значит будем использовать крыло. Да, может... А может быть просто... Может на высоты прыгать. Чё ещё раз? Может на высоты прыгать. Хотя я прыгал, в воздухе разбиваюсь. Да, я думаю, кстати, на самом деле, если бы мы прыгали, скорее всего, какая-то кнопка бы появлялась. Типа нажми и будет. Может быть... Может быть с игрой какой-то спутались. Какой-то частью, к примеру. Так, давай. Или это какое-нибудь дополнение ещё, кстати, как вариант. Опа, она грязная работёнка. Ну давай, давай. Тебе нравится? Пойдём. Мне кажется, справа быстрее будет до туда добраться, чем отсюда. Оно пройдено. Да я не про это. А что? Я смотрю, что у нас, оказывается, всё собрано. Ну, надо дальше дойти. Ну, пойдём грязную работу выполнить. Грязную работёнку надо выполнить. Тем более, это синенькие задания, всё как и любим. Синенькие задания, это здесь самые хорошие задания. Хорошие задания, это синенькие задания. Там люди знают, что хотят. Так вот это вот АК. Никому не нужно. Уберём её. Кто постоянно вешает? Или они идут автоматом, эти девушки трясущиеся машины? Нет, это просто вешают. Нет, я понимаю, но здесь вот что-то не в каждой машине. Я попробую посмотреть, есть ли возможность... Это крыло активирует, я не знаю. Да забей. Потом. Ну, дай я гляну. Тут у нас уже всё. Я всё прекрасно понимаю. Тут уже люди, которые хотят что-то. Ага. Ты зачем убил их? Чего? Ого! Я на месте преступления, это инквизитора надо звать. Я... Судя по тому, что я вижу, нет никакой информации о полёте. Поэтому, возможно, просто что-то было перепуталось. Судя по уликам, судя по уликам, ты застал их за изменой. И столом убил. Нет, об стол ударил. Вот этого явно. А эту я не знаю, как ты убил. Просто забил, наверное. А чё у неё нога согла? Или нет? Ну, сейчас посмотрим, короче, ладно. Чё ты мне расскажешь. Да. Да. Поговори ты с ним. А чё? Солом. Человек имеет право... А? Человек... Имеет право... Защищать семью. Имеет право сражаться. Имеет право... Искать... Месть. Кто это сделал? Оправдывайся. Три человека. Против... Одного... Недоблесть. Трое... С оружиями... А... Скажите, где они? Три человека. С кровью моей семьи... На руках. Человек к вам... Покажет. Да он бы уже умер. Ладно. А как ты... А, ты мне пальцем можешь показать? Ладно. Ну, как вы тут самогончик варили, конечно. То есть кто-то просто пришёл, на них напал и всех переубивал. Ну, одного решил не добивать. Мне это стандартная картина. Мне так всегда она нравится. Да-да-да. Один там пол... Уже всё, при смерти лежит. Давайте его не будем. Сам умирает. Так. А чё? Ну, просто стоит и стреляет? Ну, это человек. Ну, да. По кому он стреляет? Он чё, дурак? Ладно. Ну, вот три человека с оружием. Два играют с карты. Один... Не знаю, чё делает. Занимается растратой. Ладно, давай. Ну, давай. Удиви меня. Четыре человека? Чёрт, все укрытия! Он бежит. Укрытие к тебе. Победа. Первый сдох. Ага. Теперь убейте второго, наём. Как же ты, конечно, нечего? А теперь что? Обобрём его. Поддельное удостоверение. А, второго наёмника. То есть, мне... Они ещё и разные. Он и всех... Мне их фотки, видимо, всех дал. Конечно. Фотки. Место расположения. Да, да, да. Это значит, что у тебя всегда есть под руку, когда ты истекаешь кровью. Да, когда к тебе пришли незнакомые люди, это всё вот сразу же в курсе стоит. Да просто это... Этот чувак, это просто... 800. Он посмотрел, увидел и понял, кто это. Так, ладно. Этих с ними тогда сдали. С базой данной. Не будем уже с ними геморрой вот этот весь. Это кто? Топир? Да. Топир сразу ликтировался. Мало ли ты не сразу поймёшь, что он Топир. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Я уже, говорит, тебе не нужен давно. Я тебе в самом начале игры был нужен. Но... Да мы не трогаем Топиров. Топиры... Пустики-мустики. Эм... Один снайпер. А, два. Ну ладно. Но цель-то, видимо, у нас золотым, да, помечен? Цель золотым, да. У нас три. Угу. Четыре. Вот она. Да просто убей его из снайперки. Издалека всё не мучает. Чего? Ну это... Я ничего не делал. Ты что, прыгай в воду. Чувак, ну ты... Думаешь вообще? Только что снайперу... Надо было хотя бы лечь. Ладно. Давай. Отлично. Убейте последнего наёмника. То есть три человека, каждый со своих группиров. Ты что, даже я видел, что ты не попадёшь? Да я видел, что не попаду. Я просто что-то из-за... Меня листочек сбил от куста. Листочек тебя сбил с куста. Какой плохой листочек. Листочек сбил с куста. Подожди, а почему всё ещё помечено? Зона как будто агрессивная. Ты дальше идёшь на следующего. А-а-а. Не, подожди, вот эта зона ведь наёмник. Тут уже если их нет, то эта фигня исчезает. А, вот там может ещё кто-то есть? Да, может быть. Никого не видать. Охренеть, а ты ближе, ты не мог? Хорошо, что ты лодку не взорвал. Ладно. Да ладно, у тебя уже встало, что нужно следующего. А, тут и зеркало. Это, это недалеко. Оказалось, что это недалеко. Ладно. Как дела, кто-то надеюсь, нет? Ну, раз ответ не пришёл сразу, видимо, нет. Здесь он совершенно не умеет пользоваться руками. Как стало понятно из-за игры. Тихо-тихо-тихо, подожди. Так, отбеглём. О! Вот и всё. Ты чё удивляешься там? Ну, нихрена ж тебе. Ну да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто? Не знаю. Он. Ах ты, скотина, прятаешь, прятаешь её, я себя в пустах. А вон ты убил эту скотину. Ой. Офига себе. Подожди, а почему он горит-то? Я не знаю. Его надо обобрать, что ли? Ой, два бакса у него. Чё у него не было? А чё делать-то надо? А, обратно возвращаться. Видимо, да. Мясо для собачек. Запретная зона, наёмники будут атаковать. Ну, это понятно, это я уже знаю. Что наёмники атакуют всех, кого не лень. Ну, они на то и наёмники, в принципе. Для этого и нанимали. Просто как они запоминают друг друга? Что вот у меня этот человек работает в запретной зоне. Я, честно говоря, без понятия. Они что-нибудь меняются? Ну, опять же, с ними всё, они там постоянно. Но они ещё меняются постоянно. Я вон они... Нет, тут можно идти, он находится на одном месте, а вообще круглосуточно. Ну, можно. Я ирый. Ага. Какие иногда задания такие странные, если честно. Почему? Убей трёх наёмников. Сейчас скажи, что ты чуваку, что ты отомстил, а он может спокойно умереть. А до этого он не мог спокойно умереть. Тоже верно. До этого надо сопротивляться было. Ждать, пока к тебе придёт Джейсон Броди. Притом он как-то клич ещё кинул Джейсону Броди. Что у меня там есть задание. Беги-беги-беги. Беги-беги. Да всё уже. Абсолютно не занудное действие. Вот так вот. Вот и всё. Всё, всё, чувак, всё. Я думаю, они все померли. Да, чувак, я утомстил. Можешь умереть с миром. Да, чувак, я утомстил. Это, кажется, ваше. Человек. Заслужил. А почему человек-то? Ну, говорить не умеет. Чувак, ты бессмертный, ты мне врал, блядь. Больно. Больно. Как всегда, блядь, вот. Слушай, а почему твоя жена теперь перевёрнута? Она лежала по-другому. Так и этот по-другому. Ну, этот-то вроде так и лежал. Так вот, ты же видишь, что он притворяется. В чём дом? Скотина, блядь. Сам мог пойти сделать. Нет, нет вот этого. Более, башки извращенца. На... Не бейте меня, прошу. Да хули тебя бить-то? Как мне больно. Вот это притворщики, как мне больно. Да-да-да-да. Говори. Его берёт примерно нихера. Он такой, как мне больно, как мне плохо, я умираю. Хорошо, хорошо всё. Господи боже. Вот стонут, стонут, лишь бы не идти самому. Но. Капец какой-то, блин. Так, подожди. А, ну типа вот туда вот. Ладно, идём дальше. Открываем угол. Ооо, где таких стонут-то берут? Хороший вопрос. Ха-ха-ха. Так, всё, валим. Отмечаем локацию. Вот здесь. Давай-давай-давай-давай. Старые. Старые. Ну не старые? Нет. Мы же в первый раз видим. Ну как? Ну они похожие, но как все остальные. О-а. Не так. Это работает. Ты думаешь, что ты отсюда добежишь? Ну, у меня уже просто выбора нет. Всё, у меня уже надо в глубь леса уходить. Беги! Смотри, как хохохо. Тихо. Вон она стоит. Птички, птичек почти не слышно. Почему слышно что-то? Нет, это не птички, мне кажется, насекомые. Мусочка какая-то началась. Смотри, здесь только это. А, они тебя не палят, я забываю. Не-не-не, я же. Ты же типа свой пацан. Ладно. Ну что ж, ну что ж. Ищи. Мне уже с самого начала говорят, ни хера подобного лезь. Как хочешь. Ну на лестницу попробуй. Раньше хоть с лестницы начинаешь, а сейчас начинаешь с чертова поймите чего, да? А-а-а. Даже так. Нет, что, серьёзно? На лестницу забраться не может? Вообще ничего не может. Интересно. А-а-а. Чё? Да, блин. А-а-а. Блять. Как удобно. Окей. Пусть будет по-вашему, да. И в жбану, вот так вот прям, в эту штуку надо было. Поехали. Уже с самого начала какие-то сложности появились. Ага. Так. Сюда, сюда. Наверное, цене полегче должно быть на этой, потому что тут было уже изначально, потому что надо было искать, откуда залезть. Так что должна быть, сама вышка должна быть полегче, чем все. Да. 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 Ну, у тебя, конечно, интересная логика, но я бы не была так в этом уверена. Ну, опять же, сюда. У него прыгать. Ай-яй. А-а-а, капец какой-то. Ну, и чем она полегче? Ой, блин, ты как странно прыгаешь. Он как котик. Есть. Все. Очередная лыжка. Очередная лыжка. Хожу, что верхняя лестница не разваливается никогда. Да не говори. Так, ну все, открываем, посмотрим, что нас ждет. Что нас ждет на этом углу карты. Открывай. О, май. Ты еще. Как он двумя ударами, нужно забивать зуму. Ну, он типа прогонил и заржавел, видать. Так, это у нас полегон. Что это за полегончик? Интересно. Ничего. Какая-то херня нам. Кладбище! Мы на кладбище сходим. Это внезапно. Так, ну и что, у нас твоя любимая миссия открылась? Конечно. Да. Там даже, кстати, это есть. Кто? Там сразу же гликвер рядом. А, так они, мне кажется, постоянно так. Насколько она может быть рядом? А, она слетела. Она внизу. Но она не то, чтобы прям внизу, внизу. Она вот здесь. Опа! Ну, я не знаю, как ты обратно теперь засунешься. Кстати, сюда только так можно было попасть. Что самое удивительное? Ну, если сюда можно было только так попасть, значит, можно спокойно залезть обратно. Ну, надейся, надейся. А-а-а. Другой саду, понял. Ну, типа тут нет подъема, да? Тут только такой подъем. Пау. До конца на двери. Тут нигде нет подъема. Тут везде только так. А, вы опять ДТП? Но! Или вы перекрыли, подожди. А, ну, может, перекрыли, кстати, да. Или ДТП все-таки. Да не-не-не, перекрыли. Что, они ждут, непонятно, но вот так вот. Почему я и ты позарился на эти гроши? И приехал сюда. Работать. Окей. О, ты у тебя есть пара баксов? Пара баксов и есть. Так, ну все, погнали. Погнали. Срочная медицинская помощь, там, не медицинская, а припас. Ох ты ж, ни хера себе, тут уже пошло дело. Может, сначала? Нет, подожди, нормально, едем. Едем! Так, нет, сначала. Нет, давай не сначала. Давай все-таки посмотрим хотя бы, что там нас ждет. Ну, давай, давай. Ты знаешь, с каждой этой миссией у тебя... Этот, логист. Он все коревее и коревее. О, он вообще на хуку не уставит. Ну, просто натыкал. Ну, да, да, да. Так, приблизительно, на каждую. Примерно так можно доехать, там разберется. Нормально. Ладно, может, доедешь. Не думаю. Давай, у тебя есть шанс. О, чувак! Ты чуть не сбил, нахрен. Не нервничай. Чувак. Чувак. О, чувак. Скажи мне спасибо-то. Сейчас. Подождем, и будем в безопасности. Спасибо. Понял, да? Пойдется бабосики у тебя забрать. Боже! Кто там опять кого нашел? Кто? Гепард, иди ты нахер, сам давай. Гепард, блин. А, подожди, тебе показалось, что ли? А нет, реально гепард. Нет, это буйвол. Так это не он, мне кажется, кричал. Мне кажется, кто-то рядом. А кто гепард-то? Бояться нечего. Да иди ты нахер. Столбал. Это понятно, что батоны есть, бояться нечего. А, где гепард? А, и... Тигр вообще, нахрен. Это тигр? Ну ладно, он мог показаться просто. Издали, видимо, показался гепард. Ну, возможно. Так, ну тут прям... Что? Здесь прям что-то серьезное. Так, а ты где? Я вот. Ну, пойдем, вот эту заберем. Буйвол, гепард. А, подожди, давай... Ну что надо, берем. А-а. Обратно. Так она у тебя дымится. Нормально. Ты пошел опять? А что с ней должно произойти, чтобы ты понял, что уже не норм? Все, она взорваться только может. Так ты не должен на ней сидеть, когда она взорвется. Ну она же загорается вначале, как в любой GTA-версии. Вначале загорается, показывает понять, что вот я вот-вот-вот взорвусь, а потом... Убедил. А потом, говорит, все, можешь сладить. Так, стоп, стоп, стоп. Там что-то... Что? Э-э-э! Ну что, зачем мы загнали тигра? Ладно, загнали, зачем-то на него... Да ты не пухти! Господи. Понял. Вы что сделали-то? Дебилы, блядь. Все. Да уж. Это была грустная история. Грустная история загнанного тигра. Фига он метает! Ты видал, тут сколько метров-то было до второго? Ну ты все. Я отомстил сразу за тигра, и тигр умер, и все. Ого, нам... Вот я чувствую, что туда прям. Ты бы сохранялся перед этим. Все, мы сделали. Ты, Джесси, на дно-то пошел. Ты вообще, слышал, у нас даже уже возмутились в комментариях, что мы перед пещерами не сохраняемся. Не, ну я не видел, что это пещера, я видел, что это какая-то фигня. Блин, как удобно. Подожди. Не уплывай отсюда. Надо пометку сделать. Я не понимаю, где находится религия. А-а-а. М-м-м. Ладно. Понял. Я вообще не там уезжу. Нет, сохраниться-то надо. По-любому. Давай. Сохраниться по-любому надо. Так. Вот какие-то странные. Вот ты по таким обрывкам можешь лазить по странам? Это паук? Это паук. Паук. А как отсюда выйти теперь? Не знаю. Паук 19. Ух, так-то осталось 16 штук. Ну, я не знаю, найдем или мы их. А, вот, пещера была. Что, ребятки? Они зачем-то лапают своего мертвого друга. Зачем бы его лапать? Нет, это не их мертвого друга. А, ну, тем более... Что за звук? Кто-то там катается корявенько. Понять не могу. Подожди. Очень странный, да. Очень странный звук. Ну, ладно. Странный-странный, а мы идем дальше. Судоремонтный докимо. Но нам потом туда идти, поэтому, я думаю, эту локацию уже в конец самой. Ой, какая там штука. Это тоже под конец. Видимо, сюда. Нет! Нет! Давай тогда сюда. Я... Я просто не знаю, как... Что еще можно сказать на этот счет? Сейчас, пойдем здесь. Здесь вот, здесь поспокойней. Мило мое. Как говорится, Джейсон, это тот, кто наступает на одни и те же грабли, он любит это делать. Может быть, не Джейсон? Нет, Джейсон. А у тебя лапки? Я не... Ты понимаешь, нет? Это все Джейсон. Ты не можешь косячить в его жизни собственными руками? Я не могу это делать никак. И утверждать, что он виноват. Ну, нет, а кто это делает, если не он? Так ты. Нет, это Джейсон делает. Почему? А кто? Он же сейчас это сделал. Не я ведь это сделал. Нет, это ты сделал. Понимаешь, если я говорю человеку, что... Вот я подошел к другому человеку, говорю, вот так надо сделать. Он сделал. Не получилось. Неправильно. Я подошел второй раз то же самое сказал. Он опять это сделал. Ну, кто виноват, я? Ну, ты гандон, а. Не, ну, ты здесь буквально управляешь его руками и ногами. Ничего подобного. Но это же Джейсон сидит. А там у них есть воля. Делает-то все Джейсон при этом. А у Джейсона нет воли. Да какая воля-то? Как у него нет воли? Он сам принимает решение. Сука. Брать миссию или не брать, он даже без меня это делает. Он искусственный интеллект, у которого прописан сюжет его жизни. Понимаешь? Подожди, а я на меня друг... Ох ты, блин, Джейсон. Как всегда падает. Подожди, она в другую сторону-то оказалась. Я не знаю. Там получается... А ты куда вообще? А я что-то вообще не понимаю. Не ехать на себя. Ты как-то вообще очень далеко оказался сейчас. Так, вот если мы сейчас по вот этой дороге поедем, куда нам ехать? Вообще не сюда. Нет, все правильно. Типа по главной дороге мы едем вот так, слушаем вот эту приятную музыку. Мне не нравится, честно. По главной же мы едем, да? Да, мы всегда... А, ну тут можно, в принципе, срезать. Хорошо ты не таксист. Мы в короткий путь. Каждый раз человек будет думать, что ты либо... Пытаешься его похитить. Он чаевые будет не оставлять. За что? Потому что я его довез. А-а-а. А то он тебе скорее заплатит, чтобы ты его больше не возил. Ну так тоже не плохо. Так, и мы... А ну, все, он по себе ехалит встать. Чуваки, блин! Зашли, блин, где встать. Так, а это что за место? Это запретная зона. А я вижу, что это запретная зона, а мне надо вот сюда вот. Я выйду из запретной зоны, просто вы как-то странно ее отделили. А им тогда хотелось, чтобы если что можно было стрелять на поражение. Ну кусочек отделили. Это очень удобно. Это когда делаешь какие-то законы, ты не говоришь конкретненько, чтобы потом было удобно их урегулировать. Тут такая же история. А, так подожди, я нахер я... Знаешь, это что классно? Это когда в суши доставках у них разделены зоны, и твой дом находится ровно за той зоной, где доставка, допустим, от 1000 рублей. А потом идет сразу зона, где доставка от 2000 рублей. А там, типа, твой дом буквально разделяет эту зону, понимаешь? Ты не можешь по-другому сделать. Вот так уже это работает. Ну что ж, я вижу две. Нам букв достаточно, на самом деле. Я про две эти штуки. Кричалочки. Нет. Был же шанс. Потому что ты все время его проебываешь, этот шанс. Я понять, что не могу. Ты можешь мне рассказать, какой у тебя вообще идеальный план? Да тут правда было-то всего лишь... Тут надо было-то всего лишь... Да убейте меня уже. Я убил его перед смертью просто. Просто начинался. Надо всего лишь сначала вырубить сигналки, а потом уже всех. А, кстати, неплохо, неплохо. Что неплохо? Неплохо начал. Ты слышишь меня? Слышу. Ты понимаешь, что со мной уже в комментариях соглашаются? Ну я сейчас тебе покажу, как это по-другому делать. Сейчас я тебе все покажу. Это делается вот так вот изначально. Никак! Ты еще ни разу это не сделал нормально. Раз. Два. Кто? Ты же не знаешь, сколько там народу. Я врублю сирену! Вот, все, понял? Все. Я считаю, что нужно вводить хэштег Ню права и начинать писать его просто под каждым комментарием в любой игре. А куда они поедут? Они подходят тут столько, да? Да. Где? 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 И что ты делаешь? Что-то они мимо проехали. Кто-то там тебя еще палит. Давай сноси уже всех. Хрена у вас там полетела-то. А ты что хотел? Кинь мне гранату. Да и она не долетит. Думаешь? Не успел. Ну, знаешь, он, конечно, может стрелять сквозь листья, но не сквозь горы. О. Обратно отойди. Ага. Молодец. Опа. Давай вроде один остался. Это ты что делаешь? Это у Майкла Джексона изображает. Блин, он молодец, так-то молодец. Блин, как. Он не дал даже улучшу это. Слушай, может быть, надо поучиться, может, если он тоже может садом наперед забираться там. А вы что, мне из дрововика стрелять, что ли? Я не знаю. Ну и что-то до хера. Мы подходим с запада. Вертолет? А, вертолет подходит с запада. Ну ладно. А где? А, вертолет. Два вертолета. Водителя, сними водителя. Ты что, думаешь, ты снял водителя? Да. Понятно. А ты что делаешь-то, блин? Я не понимаю. Какой это танцы? Это что такое? Я не понял. Ты давай нормально, по-человечески сделаешься. Водитель. Есть. Нет. Не, ладно. Есть. Минус. Что тебе будешь делать? Нет. Как это долго? Если ты будешь делать по-нормальному, это займет пару минут, ты понимаешь? Не, ну... Сами. Я, конечно, все понимаю, по-нормальному. Но ты вот смотри, какой мощный эта зачистка, какая мощная. Одной снайперкой, два вертолета. Вон там кто-то, мне кажется, светится. Нет? Я не вижу. Где кто еще остался-то, господи? Вон, кто-то падает. Чего успокоится? Все. На этом мы закончим сегодня. Вот прям тут сто и закончим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.